Команда на нас выходит, все заряжены, поэтому где-то, может быть, посмотрели на таблицу, чуть-чуть не доготовились, но потом в перерыве тренер нам подсказал, вышли и сделали свою работу, поэтому все получилось. Что сказали в перерыве между первым и вторым периодом? Сказали, что мы не очень хорошие игроки, поэтому надо стать хорошими, а так это внутренняя кухня команды, поэтому все останется в команде. А он сработал? Ну раз сработало, значит сработало. А замена вратаря тоже сыгралась в Европе? Ну, замена вратаря это не по причине того, что Вася плохо играл, а это наша внутренняя кухня тоже. Тренер объяснил нам, почему так произошло, поэтому все отнеслись спокойно, и Вася тоже. Настоящие игры тоже будете более счастливее готовиться? Ну у нас выхода другого нет, нам надо готовиться в каждой игре, потому что команда чемпионская, все выходят, у всех двойной настрой, поэтому если мы чуть-чуть дадим слабину, то нас все едят. Да, я хотел поздравить команду с победой, тут я думаю без комментариев, чемпионы и исполнители, все, все в одном. Еще раз победой. А есть, как? Какие случаи? Какая статисты? А, ваше поверьте, сформировали сильные санты и в результате. Какой страницы. Какой статистикас, вы были考ants… Какой статистикан? Какой статистикан? Музыка. Какой статистикан? И хоккей – это игра с момента, и после того, как мы расслабили это, мы всегда получили 5 университетов. И в этот период мы получили отличие. Вы знаете, что хоккей – это игра, условно говоря, разбита по частям, по моментам. Где-то в каких-то моментах мы победили, но за счет этого добились успеха. Юрий Владимирович, не было ощущения, что стоило взять тайм-аут после второго гола. Потому что, по сути, вот быстрый третий уже... Между вторым и третьим магнитки в голове прошло мало времени. Вот что в этот момент как выпущена игра оказалась? Да я так не считаю. Потому что ошибки были допущены в том, что второй-третий – это передача через центр, которые перехватились и забиты предметы. Ну, на данный момент было использовано то, что не тайм-аут, а перерыв берется, ну, как бы искусственный перерыв. Но, понимаете, здесь... Я уже сказал то, что на данный момент у нас есть, мы сражались как можно, но поймите правильно. То, что может, то можно, все. Может быть, я с вами согласен, может быть, но... Не могу сказать 100%. Мистер Кенан, замена Кошечкина на Печурского была своеобразным посланием игрокам. Такой месседж. Просыпайтесь, начинайте уже играть. Потому что Кошечкин ведь в голах не виноват. Потому что там нет... Месседж. 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 И иногда надо найти способ, чтобы победить. Надо энергизировать свою команду. Как я уже говорил, мы были в флаке, чтобы начать игру. И это энергизировало команду. Они ответили на изменения. И Алекс также ответил и играл очень консистентно в нашу нитку. Ну, сами видите, начали игру достаточно плоско, неуклюже. Поэтому надо было как-то будоражить команду. Ну, сделали замену. И я очень доволен Александром. Хорошо сыграл. И, во всяком случае, это где-то немножко добавило энергетики нашим игрокам. Игорь Владимирович, вы напротив не меняли голкипера вплоть до того, как он седьмой пропустил. Решили, что слишком молод еще сменщик? Я думаю, что у него просто еще не было практики такой, чтобы играть. Но, увы, должны меня понять. Никто не хочет, чтобы в счет ушел за какую-то... какую-то... какую-то грань большую. Все равно надеешься все-таки. Ну, как бы сменили из-за того, что у нас один вратарь. И ему надо отдыхать, нам еще играть. И уже как бы... мы пошли на это. Но он сыграл здорово, не пропустил, наверное, гол. Молодец. Мистер Кинон, Зарипов, он всегда много забивает. А вот сегодня отличились еще и несколько ребят, которые делают это очень редко. Наверное, это повод для вас порадоваться, что вот начали и они. Да! ПлоцарBook. Плоцар entree. Плоцарamię, Плоцар ένα поцар presenting. И иногда они не нужны для того, чтобы получить на scoreboard. И, естественно, его confidence был raised immediately потому что он победил опять. И Платонов, который был победителем. И Оцелла, он, likewise, был победителем и был победителем победителем. Абсолютно. Мне понравилось то, что действительно взяли на себя инициативу игроки, которые до этого не очень добивались. Я очень доволен, что и Оцелла, и Паре, и Платонов, которые давно не забивали, все-таки сегодня отличились. Где-то они заслуживают это, и достаточно трудолюбивые ребята, но не получалось. Но сейчас они взяли на себя роль лидеров, и мне очень приятно, что они добили. Владимир Гаврисов, мистер Кеннон, как чувствуют себя сейчас травмированные игроки Металлурга, и есть ли какие-нибудь прогнозируемые даты, когда мы лидим их составим? Какые у них будут на себя в компании помещения? Нет, в этом месяце. Нет, в этом месяце. Да. Да, я знаю. Да. Это не очень трудно исследовать как они будет потратить в этой файле. Я бы хотел быть более более broad, но мы не знали. Достаточно специфический вопрос, мы делаем все возможное, чтобы восстановить их. Мы делаем все абсолютные процедуры, какие-то исследования, работы. Сложно пока назвать точную дату. Подождите немножко. Вопрос, мистер Кин. Большую часть сегодняшней игры Платонов провел в первом звене. В прошлых играх как-то ронтировали, искали эту позицию? Вопрос, мистер Кин. Большая часть была Платонов в первом звене, потому что раньше вы пытались ротировать его, может быть, между первым и вторым звене. Но сегодня... Он был очень много энергии, чтобы привести Коваш и Зарипов, и отвечать за возможность, который был дать. Мазякина, конечно, заменить очень трудно, но Платонова мы поставили, и я считаю, он отработал достаточно с Коваржем Узариповым. Он очень опытный, трудолюбивый, и я считаю... Мистер Кин, в заключение хотелось бы спросить, что еще произошло в раздевалке Металлурга после первого периода? Вот все, что произошло в раздевалке, то произошло, это мы останемся. Спасибо. Спасибо.